Всем привет! Мы продолжаем читать книгу Джесси Байека Viking Language 1 и знакомиться с историей, культурой, а самое главное, языком скандинавов эпохи викингов. Сегодня мы приступаем к чтению урока номер два, который называется «Поселение скандинавов в Гренландии и в Северной Америке», которую сами скандинавы называли Винланд. Как всегда, урок открывается афоризмом или поговоркой, которую давайте мы попробуем прочитать. Дерево не падает от первого удара. Или от первого удара дерево не упадет. Из прошлых видео мы знаем, что буква «ке» между гласной и буквой «и» читается как «е», как, например, в слове «сэйя», «говорить», от которого произошло слово «сага», «рассказ», «история». Поэтому «эйи». И, насколько я понимаю, это отрицательная частица, которой в переводе соответствует английское «нат». Самое сложное слово в этой поговорке – вот это. Мы знаем, что двойная буква «этл» читается глухо, как «тл», а за ней еще и идет глухой «р». Поэтому вот это слово, которому, по всей видимости, соответствует английский глагол «fall», «падать», читается как «фэтр». «Фэтр». Как-то так. Далее у нас идет слово «дерево», «tree» по-английски. Произносится оно как «трье». Буква «тье» произносится с придыханием. После нее идет глухой «р», а потом звук «е». Получаем что-то вроде «трье». Дальше, по всей видимости, идет предлог «с», которому в английском переводе соответствует предлог «with». «вид» по-ислански. Далее идет уже знакомое нам слово «ферста». Первый, ранний. И, наконец, существительное «хэк», удар. Еще раз все вместе получаем «эй фэтр трьевит фирста хэк». «Эй фэтр трьевит фирста хэк». Надеюсь, хотя бы отдаленно это прозвучало по-ислански. И дословно у нас получается «не падает дерево с первым ударом». Переходим, собственно, к уроку. Как всегда, он начинается с культурно-исторического обзора. Что мы тут видим? Итак, в течение первого века заселения Исландия уже была перенаселена. Из прошлого урока мы помним, что Исландия была открыта примерно в 870 году Инглевом Арнарсеном, норвежцем. Начался процесс, который сами исландцы называли «взятием земли». Ланднаум по-ислански. И уже к 985 году исландские поселенцы поглядывали на запад в поисках новых земель. А на западе, конечно, у нас была Гренландия, которую в 986 году открыл Эрик Рыжий. Херйолф Бардерсон со своей семьей, о котором мы читали в прошлом уроке, помните его перспективного сына Бьярни, и о котором мы будем читать в этом уроке тоже, отправился в Гренландию вместе с Эриком. Херйолф Бардерсон со своей семьей поселился вот здесь, в Херйолфснессе, который дословно означает «мыс Несс Херйолва». Херйолфс – родительный падеж от Херйолвыр. И этот «мыс Херйолва» находился во фьорде Херйолва. Херйолфсфьордур. Вот здесь. Эрик Рыжий со своими последователями основали так называемое «восточное поселение», которое, несмотря на свое название, находилось на юго-западе Гренландии. Вскоре в 300 милях к северу возникла западная колония, западное поселение в Гренландии. Заселение Гренландии пришлось на так называемый средневековый климатический оптимум, который длился примерно с 950 года до 1250. Климат в Гренландии в этот период был относительно мягким. Исландцы в основном занимались скотоводством, и на юго-западном побережье Гренландии как раз было много пастбищ. Далее Джесси Байк пишет, что автохтонное население Гренландии, то есть эскимосы или инуиты, как их сейчас принято называть, ранее уже жили в Гренландии. Но к моменту появления в Гренландии скандинавов, та часть Гренландии, куда они приплыли, была необитаема. То есть, когда исландцы приплыли в Гренландию, никаких инуитов они вроде как не обнаружили. Те инуиты, которые сегодня живут в Гренландии, мигрировали в Гренландию из Северной Канады, уже когда там жили скандинавы. И между этими пришедшими инуитами и скандинавами были контакты. Но примерно 100 лет скандинавы жили вот в этих двух поселениях, восточном и западном, одни. Между восточной и западной колониями также находился небольшой обитаемый регион, который состоял примерно из 20 хуторов. Из этих трех населенных областей восточное поселение было самым крупным. Там было примерно 190 хуторов, 12 приходских церквей, кафедральный собор и два монастыря. В западном поселении было примерно 90 хуторов и 4 церкви. Интересно то, что археологические раскопки продолжаются, и в Гренландии находят все больше скандинавских поселений. Автор нашей книги Джесси Баек, кстати, сам археолог. Правда, насколько я понимаю, он занимается раскопками в Исландии, не в Гренландии. С инуитами тоже интересная история. Вот на этой карте мы видим расселение инуитов и скандинавов вот в этом регионе, Северная Канада, Гренландия. Здесь мы видим, что в 900 году нашей эры север Гренландии был заселен так называемой культурой Дорсет, или Дорсетской культурой. Это самая древняя культура, обитавшая в Гренландии. Сама эта Дорсетская культура существовала примерно с 500 года до нашей эры и прекратила свое существование где-то в этом периоде позднего европейского средневековья. На карте Дорсетская культура обозначена зеленым цветом, скандинавы – красным. Вот наша Исландия. Затем, на момент 1100 года, в Гренландии уже устанавливаются постоянные поселения скандинавские. Вот они, наша западная колония, восточная колония, которая на самом деле находится на юге Гренландии. Между ними небольшое центральное поселение, о котором мы говорили. Согласно этим картам, мы видим, что в какой-то момент в Гренландии жили одновременно и скандинавы, и представители вот этой Дорсетской культуры. Но, как пишет Джесси Баек, контактов в Гренландии между ними не было. Однако здесь, в Википедии, читаем, что контакты викингов с Дорсетской культурой были в Канаде, поскольку викинги также плавали и в Канаду. Затем с Аляски идут миграции культуры Туле, которые здесь показаны вот таким темно-синим цветом. Эта культура постепенно замещает предшествующую культуру Дорсет, но при этом контактов между этими двумя культурами вроде как не было. То есть Дорсетская культура пришла в упадок еще до того, как сюда пришли Туле. И таким образом мы видим, что в какой-то момент в Гренландию к скандинавам постепенно приходят Туле. Это уже инуитская культура, в отличие от Дорсетской, которую считают какой-то особой культурой, не связанной с современными инуитами. Культура Туле постепенно осваивает Гренландию, скандинавы из Гренландии уходят, и сегодня современные инуиты являются потомками вот этой культуры Туле. И между скандинавами и Туле контакты уже были. Но вернемся к нашему учебнику. Итак, в прошлом уроке мы читали отрывок из саги о гренландцах Крайлендингаса, в котором мы познакомились с Херйолвом и его семьей. В этом уроке мы прочитаем отрывок из книги о заселении Ланд Наумапаук. И в этом отрывке тоже будет говориться о Херйолве, но на этот раз о его втором взятии земли, на этот раз в Гренландии. Первое взятие земли было в Исландии, в Дрэпстоке, если помните. Об этом говорилось в саге о гренландцах. А в этом уроке мы прочитаем, как Херйолв отправился в Гренландию вместе с Эриком Рыжим и взял землю уже там. Эрик Рыжий по происхождению норвежец много лет жил в Исландии, но за убийство своего соседа был приговорен к трехлетнему изгнанию из Исландии. Это было очень суровое наказание. И Эрик Рыжий в поисках новой земли, нового дома, открыл Гренландию. Далее, сага об Эрике, Эрик Саа, рассказывает нам, что когда трехлетний срок изгнания завершился, Эрик вернулся в Исландию, сообщил людям о том, что он открыл новую землю, которую он с пропагандистскими целями назвал «зеленой землей». Гренландия дословно означает «зеленая земля». Такое название он придумал для того, чтобы привлечь больше людей, поплыть вместе с ним, заселять новую землю. Ари ученый, Ари Фроути, в своей книге об исландцах Ислантинка Полк пишет, что Эрик возглавил экспедицию поселенцев на 14 кораблях, которые отплыли из Исландии в Гренландию и дальше цитата «за 14 или 15 зим до прихода христианства в Исландию». И поскольку христианство было принято в Исландии в 1000 году, то это означает, что Эрик со своими поселенцами отплыл в Гренландию примерно в 985 году. Отрывок, который мы будем сейчас читать, взят из книги «Ланднаума Полк», книга о заселении Исландии, которую тоже написал Ари Фроути, Ари Мудрый, Ари Ученый. В этой книге рассказывается о первых поселенцах Исландии. Итак, давайте сначала послушаем этот отрывок в эталонном произношении от носителя языка. Начинаем! «Ланднаума Бок» Глагол «хет» является формой прошедшего времени глагола «хейта». Второе предложение. Он отправился в Гренландию вместе с Эриком. Здесь «фор» это форма прошедшего времени от глагола «фара», который означает направленное движение «ехать», «идти» и так далее. Предлог «тель» мы помним из первого урока означает направление движения. Он требует после себя родительный падеж. Поэтому «крайнландс» здесь стоит в родительном падеже. В именительном падеже Гренландия будет «крайнланд». Дословно «зеленая земля», существительное среднего рода. Далее у нас новый предлог «мэф», это тоже одно из наиболее частотных слов в сагах. Предлог управляет винительным или дательным падежом означает «с». В немецком языке этот предлог присутствует в форме «мет». В нашем предложении «эйрики» стоит в дательном падеже. Как того требует предлог «мэф». В следующем предложении новых слов нет. «Хэрюлвурнам», «Хэрюлсфёрд», «Окпиоу ау Хэрюлвснеси». «Хэрюлв взял фьорд Хэрюлва и жил в Хэрюлвснеси». Глагол «нам» это форма прошедшего времени от глагола «нема», «брать». Вот этими цифрами 1-3 показано лицо. То есть вот такую форму глагол «нема» имеет и в первом, и в третьем лице единственного числа прошедшего времени. В нашем предложении «нам» стоит в третьем лице. «Хэрюлвурн» «Он взял Хэрюлсфёрд». Глагол «пиоу» является формой прошедшего времени от глагола «пуа» «жить». Предлог «ау» указывает место, где жил Хэрюлв. Используется он с дательным падежом. Кстати, вот таким буквенно-цифровым кодом указываются источники данного отрывка, манускрипты и соответствующие разделы в них, в которых содержится вот это произведение «Ланд Наума Пок». Оно дошло до нас в разных версиях, в разных манускриптах, написанных в разное время. Один из таких манускриптов называется «Хэксполк». Он обозначен буквой «H». Другой манускрипт, в котором содержится то же самое произведение «Ланд Наума Пок», называется «Стюрлю Пок». И он обозначен буквой «С». То есть, наш отрывок составлен из двух манускриптов. И это показано соответствующими кодами. И последнее предложение. Эрик взял Эриксфьорд и жил в Брахтахлид и Лейвир, сын его, за ним, следом за ним. Снова глагол «Нема» в прошедшем времени нам и жил. Далее идет предлог и уже не ау, как в предыдущем предложении. Тоже используется для указания места, требует дательный падеж, из чего делаем вывод, что топоним Прахтахлид стоит в дательном падеже. Это слово женского рода и дословно оно означает крутой склон. В первом уроке у нас было слово «хлид», которое означает склон, слово женского рода. Почему в этом предложении место жительства сопровождается предлогом «ау», «ау-хэрюлфснеси», а в этом предложении место жительства вводится предлогом «и», «и-прахтахлид»? Я точно не знаю, но предположу, что это зависит от топонима, который следует за предлогом. В этом предложении у нас идет речь о мысе, и, возможно, он воспринимается как поверхность, и поэтому требуется предлог «ау», который, в общем-то, дословно на русский можно перевести как «на», в то время как «прахтахлид», который по-русски, кстати, называется «братолит», это уже полноценное поместье, хутор Эрика Рыжего. То есть, это уже не поверхность, мыс, а некоторое трехмерное пространство. Возможно, этим и обусловлено использование другого предлога, предлога «и», которому в английском, кстати, соответствуют предлоги «in», «within» и «at». Тоже, в общем-то, предлоги, которые используются с трехмерными пространствами. В отличие от предлога «ан», который чаще используется для указания положения на поверхности, такой как «мыс», например. Но это мое предположение. В этом предложении у нас местоимения «hans» и «han». В первом случае это родительный падеж от местоимения «han», «on». А во втором случае это, по всей видимости, винительный падеж, обусловленный предлогом «after». Давайте проверим. Действительно, видим, что предлог «after» требует после себя винительный падеж. И переводится он как «после» или «за», когда мы говорим о времени. То есть, сначала Эрик поселился в брата Лиде, а затем к нему приехал его сын Лейвур. И местоимение «han» «on» в винительном падеже в аккузативе тоже имеет форму «han». Получаем «han», «han», «honym» в дательном падеже и «hans» в родительном. И заодно давайте вспомним склонение существительного «mother» «человек», «мужчина» сначала в единственном числе. Итак, в именительном падеже «mother», в винительном «man», в дательном «manni», в родительном «mans». Теперь во множественном. В именительном и винительном «men», в дательном «menum», в родительном «manna». И напоследок давайте еще раз послушаем образцовое произношение этого отрывка. ЛАНДНОМОБОК подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании этого канала, а также внизу экрана. А на этом у меня все. Удачи и пока!